Есть вещи очевидные. Так вот, эти очевидные вещи смотреть надо. По телевидению, естественно. Раз такая возможность есть. И абсолютно нет необходимости пытаться себя пиарить на радио. Потому что, ну, лично я радио не слушаю. Поставил себе МПГ-3 и все. Ну, не могу же я каждые 10 минут есть семечки. Естественно. Вот. А также прочее билибердой заниматься. Телевидение и учат, и советуют. И вот должный совет вам. Не надо ажиотажно скупать баксы. Даже в тот момент, когда цены вверх растут. Цены потом еще выше полезут. Потому что, ну, поднимите курс доллара. Машины опять по другой цене будут растамаживаться. То есть, ну, голову включайте. Мы голову вместе с магазинов антикризисной, что на Грязного 2, включили уже давно. И вот уже не одна тысяча человек здесь побывало. А сегодня мы проведем эксперимент. Очень такой наглядный эксперимент. Я частенько бываю за границей. В Турции был уже раз 9. В Индии. Ну, короче, покатался. Да и на этом останавливаться не собираюсь. И вот каждый вечер у меня стоит дилемма. Как, скажем так, нектара базисственного выпить, чтобы жена не буксовала. Дилемма решается очень просто. На шопинг дается жене 100 долларов. Вот. И в течение двух недель мы набираем 2-3 чемодана, которые потом привезти, ну, проблематично. Что такое 100 долларов, то есть 3000 рублей для города Магнитогорск? Мизерная сумма. Но вот мы сегодня здесь, в антикризисном, сделали шопинг на 3000 рублей. Уникальная вещь телевидения дает еще и свой результат. Ну, казалось бы, в кризис очень сложно продать британских котят, да? 3000 рублей за кота – это сложно. Но, тем не менее, я оставил своему коту его мужское достоинство. И он, как доминантный особь, мстит мне. Ну, потому что я немножко вонючий, большой, толстый, лысый и потный. Вот. Супруга мне недавно покупила Ральф Рингер. Настоящие кожаные ботинки. Их пришлось выкинуть. Ну, это вот особенности воспитания котов. Тем не менее, 880 рублей – натуральная кожа. Покупка номер один. Если не секрет, сколько денег вы сейчас потратили? Мы сегодня то самое не знаем, сколько. Так все же поджимистые хозяйки всегда считают? Или когда товар дешевый? Наверное, около тысячи. А что купили? Сумку взяла, колготки, коврик в туалет. Ни одно путешествие заграничное не обходится без того, чтобы ваша супруга не притащила комплект полотенец. Кинем. 130 рублей. Постельное белье, кстати, вот отлично, ничуть не хуже. 370. Так, тысяча. Это не буду брать, но у меня такие штуки есть. Обратите внимание. Халат. Замечательный. Почти шоколадный, ну не шоколадный, естественно, но очень теплый. Тоже цена вопроса 750 рублей. Сейчас брать не буду, на следующий раз оставлю. Дети – это всегда какая-то небольшая такая бездонная пропасть. Вот они говорят, хочу, хочу. Но если дети хотят, допустим, товар за 1000 рублей, дороговато. А вот порадоваться так, вот искренне, игрушки – это хорошо? Ну да, конечно. А по деньгам сколько вот игрушечка стоит? Не знаю, я даже не посмотрела, без разницы. То есть настолько небольшие деньги, что… До 95, но она не то, что развлекательная, она как и познавательная идет, ребенок изучает. А за допустим, то вставляются батареечки и нажимаете. Ну я видела так, что… Берем? Конечно. И вот Чиликин Алексей стал законодателем МОТО. Помните первые курточки, которые я покупал на вьетнамском рынке? Вы не думаете, что меня там Феррари спонсировал или еще кто-то? Нет, все покупалось на вьетнамском рынке. Ямахи там, вот, 1200, 2000 рублей. Недавно в Турции я привез себе курточку мерседесскую, толстовочку. Заплатил 60 долларов, 1800 рублей. Ну здесь, конечно, до понтов мерседеса далековато, ну, классическая толстовка за 480 тысяч. Ну, простите, за 480 рублей. Не кажется ли вам, что день без шопинга – это день на ветер? Да нет. Можно себя вот побаловать мелочями, такие, которые приятные? Конечно, можно попалить. Ну, отожрал себя прилично. Хотя не знаю, почему меня дует. Вот, в Индии был, укладываете джинсы сюда вот. Вот, скажем так, пришлось только в центре Пананжо купить себе. Ну, на 51, далее. Потом сюда приехал. И очередная такая сногсшибательная сумма джинсы, классические, 550 рублей. Слова теряются, потому что бейсболка 160 рублей. Дорого? Так-то нет, антикризис. Ну, отличный магазин. Можно здесь многое покупать по дешевке. Вот, в завершении нашего предшествия обычно остается сумма – 30 долларов. Очень приятно потратить. Ну, всегда, конечно, еще соточку на дюйтихре оставляем. Давайте здесь докатаем. В преддверии зимы натуральная кожаная кепка. 250 рублей. Так, полетели. Ну, носков тут я сразу наберу на 200, да? Не все будут класть, но 10 пар можно спокойненько. Вот, ну и самое приятное – товары для детей, настоящие. Носочки 20 рублей. Кепочки. Ну, такая вот панамочка, красивенькая, да? Вот, колготочки. Итак, помните, да? 3000 рублей. И вот результат. Честно говоря, здесь, вот на перекрестке улицы Советской, Грязного, в старом добром мебельном магазине, ну, мебель сейчас не так актуальна, как антикризисные товары, у меня больше энтузиазма. Ну, а чтобы у вас было больше энтузиазма работать с телевидением, я скажу, что публицистику смотрят все, а телевизионную рекламу переключает 85% зрителей. Ну, ладно. Мы вам сегодня показали, что можно купить на искомую сумму. Примерно 100 долларов. Мало того, вам показали, и с каким энтузиазмом народ сюда приходит. А теперь вам остается месяц до самого замечательного события, потому что ровно год назад, 17 октября, открылся магазин антикризисный. И в этом магазине, честно говоря, отовариваются и магнитогорцы, и гости города, потому что удобно, радуга вкуса рядышком, транспортная развязка. Можно купить все то, ради чего приходилось тратить целый день на многочисленных ярмарках. Итак, 17 числа празднуем вместе. Здесь будет музыка, здесь будет весело. Ну, а пока у вас есть возможность одеваться по сезону за недорого. Это, в общем-то, очень практично. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...